Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Олег Геннадьевич Тарсунов, я вектор. В основном рассказываю о жизни, о каких-то периодах сложных. И одна из тем их бесед это вынашивание ребенка. Я вам расскажу просто про свою жизнь. Я не знаю, как бы это вам поможет или нет. Но я родился в 65-м году на крайнем, на таком северном городе. Это Екатеринбург, потом дальше Екатеринбурга, там Нижний Тагил, еще за ним Серов. Это белые ночи, тяжелые зимы. И очень неразвитый город металлургов, в котором люди проголодь жили в то время. Моя мама жила в бараке. Это такое место, где она ходила в туалет на улицу. Один туалет, наверное, несколько бараков. И общая кухня в этом бараке. То есть она жила очень бедно. И она вышла замуж в 16 лет. Ну, так, может быть, получилось у нее, не знаю. И в 17 лет она забеременела. И в это время отец ушел в армию. На три года служить в армию. То есть ей одной надо было... С армией там не приходило денег, естественно. Ей одной надо было вынашивать, ну, то есть ребенка, потом рожать, и потом проголодь, жить вместе с ним. То есть у нее не было даже нормальной обуви. Она там ходила чуть ли не в туфельках в 45-градусный мороз, когда были такие зимы на Урале. И вот в таком состоянии она находится, пишет письмо моему отцу. Говорит, я хочу сделать аборт, потому что я не смогу жить. То есть мы вдвоем просто помрем с голоду с ребенком. И мой отец сказал, что если ты сделаешь аборт, то я никогда не буду не качать, не хочу тебя не видеть, не слышать. То есть мы не можем этого допустить. Но мать не послушала его, она пошла делать аборт, потому что ей надо жить как-то. Она все-таки живой человек, у нее своя жизнь, и очень тяжело, просто нет денег и все прочее. Она пришла к врачу. И врач просто говорит, я могу сделать аборт прямо сейчас, нет проблем, вы читайте стишок на стене. Она встала, почитала стишок, и она запомнила в этом стишке такую фразу, а может быть твой сын станет врачом, писателем, поэтом, и весь мир о нем заговорит. Она села на стол, начала плакать, и подумала, что может быть так, и так и есть. И пошла вынашивать ребенка. Но потом она как-то там, она работала в общепите, где-то за грудь спрячет сметану, как-то выживала, выносила как-то еду, то есть она просто выживала. И когда я родился, я в детстве из-за вот этой дисканитарии, я 14 раз переболел за 5 лет пневмонии, то есть там или односторонней, или двусторонней. Сейчас я езжу по всему миру, читаю лекции, у меня около миллиона слушателей лекций. Мама каждый день говорит, спасибо тебе, Господи, что ты у меня есть, что я тебя выносила, я испытываю огромное счастье, огромную радость за то, что Бог мне подарил такого сына. Я вам рассказываю про свою жизнь. И просто для того, чтобы вы поняли, что в этом мире иногда все кажется вот так, а получается совсем иначе. И причина – это сама жизнь. Ну, то есть, если говорить, допустим, языком священописаний, разных традиций, то там говорится, что сам ребенок, он вместе с собой приносит судьбу. Ну, допустим, вот точно так же, как, допустим, вот кузнечик, когда прыгает, Бог ему сразу дает пищу. То есть кузнечик, он не устраивается на работу, он просто получает пищу и спрашивается, где он рождается, этот кузнечик, там есть его пища. Ну, то есть всегда каждое живое существо получает пищу, просто потому что оно зависит от Бога. То есть Господь заботится обо всем. Что дает ребенок вообще, вот, семью? Естественно, что сам ребенок, его судьба сама позаботится о его пропитании. Если он уже рождается, значит, в этом есть какой-то смысл. Дальше. Ребенок дает бесконечное счастье родителям. Вот если, допустим, два человека вместе живут, приходит время, 7-8 лет, это уже доказано, и отношения начинают портиться, люди устают друг от друга, там, разводки какие-то. Если рождается ребенок, это новое счастье, это как будто семья заново родилась. Столько счастья, столько радости приносит этот ребенок, просто потому, что родители подарили ему жизнь, дают возможность ему вырасти, стать хорошим человеком. Это новая цель жизни, это новое счастье, это новые перспективы. И поэтому люди рождают детей. Поэтому в древней культуре говорилось, не надо лишать себя этого счастья. Это с одной стороны вот так, а с другой стороны есть еще другая страна, которую тоже надо знать, о которой никто не говорит. Но так как я много езжу и много слушаю людей, то эту сторону я знаю хорошо. Одна молодая девушка на моих глазах уходила из жизни от рака матки. И когда я ее спросил, как она считает, почему так вот получилось, она говорит, так получилось просто потому, что я сделал аборт. Когда делается аборт, вот у плода, как говорится в Священном Писании, то эта зона в матке становится неуправляемой организмом. То есть это фактически зона была ребенка, не мама. И даже когда мама, допустим, она носит ребенка, она ведь, у нее меняется аппетит, то есть она хочет кушать совсем другие вещи. И эти вещи, которые она хочет кушать, нужны на самом деле ребенку. Я изучал эту тему. Ну то есть фактически она кушает то, что ему надо. Это значит, что вот эта зона в матке, где ребенок находится, она маме не принадлежит, она принадлежит ребенку. Если совершается убийство, то есть вытаскивается ребенок из матки, то вот эта зона в матке становится зоной страданий. Потому что она так и не будет никогда принадлежать маме, потому что там находится наказание в это время. Это наказание сначала превращается в доброкачественную опухоль, потом в злокачественную. Спрашивается, можно ли как-то это преодолеть. Конечно, если человек молится, если он раскаивается, если он обещает Господу, что никогда больше не будет делать аборт. И потом, пройдя этот путь, я таких тоже женщин видел, которые очищали так свое существование после аборта. Но эти женщины одну интересную фразу все говорят. Они говорят, если бы я знал, что надо столько вот пройти такой путь, чтобы потом опять, ну стать настоящей женщиной, способной опять жить дальше нормально. и вот столько надо вложиться в свою судьбу, чтобы опять жить спокойно жизнью, без вот этого ущемления совести. А именно ущемление совести указывает на то, что что-то не так уже в жизни, значит, там что-то не то происходит в матке. То они говорят, больше мне такого счастья не надо. Мне лучше выносить ребенка, родить, вот, и, допустим, родить ребенка, и пусть будут трудности какие-то, но вот это, то проходить вот это, вот это покаяние, очищение, это очень сложно. Бывают даже такие случаи у меня, что женщина вынашивает ребенка, ну нет возможности вообще, ну нет, и она отдает другой женщине этого ребенка, да еще и деньги ей заплатят за это. Вот, я вас к этому не призываю, я просто говорю, что, и, конечно, в этом случае она тоже потом, видя ребенка, она думает, зачем я отдала. Ну, по крайней мере, она дала ребенку жизнь, это уже получше. У нас в стране не хватает таких жизней. У нас, реально, мы вымираем просто сейчас. Вот, такова статистика, и уже правительство не знает, что делать там, и дополнительные эти все материнские капиталы, там, и пытаются что-то сделать. Но, как бы, я думаю, самый лучший материнский капитал, это ощущение счастья от того ребенка, который дал тебе Господь. Это самое большое счастье для женщины, которая только бывает. Больше счастья я не видел никогда. И, это, когда человек счастлив, удача сама к нему приходит. Вот, допустим, кто устраивается на работу? Вот, человек приходит на работу радостный, счастливый, его сразу возьмут. А если он пришел несчастный, допустим, после работы, может быть, его и не возьмут. Ну, то есть, счастье, это всегда залог успеха. И ребенок является таким залогом успеха. На лице родителей счастья, они развиваются в обществе, им легче устроиться на работу, легче работать. Их больше любят люди вокруг. Все, кого любят, того счастья. Так действует ребенок. Он с помощью вот этого ощущения счастья дает удачу своим родителям, дает им возможность радостно жить. А может быть, ваш сын родится врачом, писателем, поэтом, и весь мир о нем заговорит. Поэтому, никто не знает. И, кстати, сказать, чем сильнее личность рождается, тем больше испытаний у родителей. Так всегда все устроено. И если у вас сейчас есть испытания, может быть, это для большого-большого счастья в будущем. Я не против того, что вы будете делать дальше. Сами решите, как вы будете жить, как будете действовать. Я просто рассказал вам про свою жизнь и про некоторые истории тех людей, которые мне встречались. Поэтому лично я считаю, что лучше рожать. А вы смотрите сами.